Билет номер восемь. Деятельность и общение. О том, что такое деятельность, мы очень подробно поговорили в предыдущем билете, смотрите его. Но немножко повторим. Деятельность – это форма активности человека, направленная на преобразование им окружающего мира. В деятельности обязательно присутствует субъект, это индивид, который осуществляет эту деятельность. И на то, что направлена его деятельность – это объект. Часто для достижения какой-то цели, которую человек перед собой поставил, И чтобы получить какой-то результат этой деятельности, человеку нужно общаться. Общаться с другими людьми. То есть субъекту для достижения своей цели необходимо общение с другими такими же субъектами. Так что же такое общение? Общение – это процесс обмена информацией между субъектами, занятыми какой-то деятельностью. Каким образом происходит эта обмена информацией? Ну, это через голос, да, через речь. Еще, может быть, через письмо. В любом случае, это какая-то закодированная во что-то информация. Либо в звуке, да, когда мы произносим, либо это какие-то символы на письме. Кто может быть субъектами общения? Субъектами общения могут быть просто как отдельные люди, два-три человека, так и какие-то социальные группы, или социальные слои, или социальные сообщества, и даже все человечество в целом. Выделяют несколько видов общения, а именно четыре. Первый вид общения – это общение между реальными субъектами. Например, просто между двумя людьми. Второй вид общения – это общение с реальным субъектом и иллюзорным партнером. То есть, когда между собой общаются реальный субъект и иллюзорный партнер. Иллюзорный – значит, какой-то вот немножко ненастоящий, да. Например, человек общается с животным. И он наделяет это животным какими-то качествами, которые, ну, животному не совсем свойственны, и не совсем это правда. Поясним. Например, люди часто разговаривают с собаками, с кошками, о чем-то спрашивают их, ругают. Ну, то есть, все равно происходит какое-то общение. И человек в данный момент допускает вот это вот иллюзорное, что собака понимает. Да, она понимает там какие-то команды, десяток команд, двадцать, не знаю, тридцать. Но полностью человеческую речь как таковую собака не понимает. То есть, ей нет как бы смысла задавать вопрос, в чем смысл жизни, и что она предпочитает на завтрак, обед или ужин по четвергам, да. Третий вид общения – это общение реального субъекта с воображаемым партнером. И мы сейчас говорим не о психических заболеваниях, а мы говорим о внутреннем голосе человека. Каждый человек сам собой как бы разговаривает внутри себя. У него есть внутренний диалог, внутренняя речь. Он что-то рассуждает, мысли как-то разворачивает, формирует как-то. Чего-то-то сам с собой договаривается, уговаривает себя. Внутренний наш голос – это общение реального субъекта с воображаемым партнером. И иногда, если человек эмоциональный очень, то вот этот внутренний речь, внутренний голос, он даже может прорываться. Это когда человек идет по улицу и вдруг непроизвольно начинает что-то там вслух говорить сам себе. Вот это и есть общение реального субъекта с воображаемым партнером. Ну и четвертый вид общения – это общение воображаемых партнеров. То есть тех, кого вообще не существует в жизни, но они между собой общаются. Где мы такое можем наблюдать? А мы такое можем наблюдать с вами в литературе, когда литературные персонажи общаются между собой, что-то там спорят. А вы, как человек третий и посторонний, вы в этот момент слушаете их диалог, наблюдаете, чему-то учитесь, но их, этих героев, не существует в жизни. Как же проходит общение двух субъектов или, как мы говорили с вами, субъекта с иллюзорным партнером, субъекта с воображаемым партнером и вообще общение между собой просто воображаемых партнеров. Основными формами общения является диалог – это когда два человека, да, с друг с другом разговаривают. Ну, допустим, на улице встретились два знакомых, и вот они начали диалог между собой. Спрашивают, как у тебя дела, да у меня хорошо, а у тебя как, да у меня то, поедем на шашлыки, поедем весна и тому подобное. Далее идет обмен мнениями в виде монолога или реплик. Обмен мнениями в виде монолога или реплик. Монолог – это очень длинный-длинный разговор одного человека. Вот, например, монолог вы можете наблюдать на уроке, когда учитель вам что-то объясняет, ну, как бы, а вы в это время не задаете вопросов. Вот он начал вам объяснять тему, и это долгий-долгий-долгий такой разговор. Во время этого разговора могут быть какие-то реплики. Реплики среди учеников. Кто-то из учеников скажет, например, «А, я такое видел». Или другой скажет, «А, Марья Ивановна, а как вот тут вот?» Или «О, я так же считаю, ой, а я тут не согласен». А реплики – это, наоборот, такие коротенькие вбросы. Человек очень коротко чего-то там либо дополняет, либо чего-то спрашивает. Это реплика. Вот основными формами общения являются диалог, обмен мнениями в виде монолога или реплик. Мы с вами рассматриваем билет. У нас деятельность и общение. Как же они между собой дружат? Два этих понятия. Как они между собой женятся? Деятельность и общение. Какие взаимоотношения у них друг с другом? Вот этот вопрос до сих пор остается дискуссионным. То есть многие до сих пор продолжают спорить. А одни ученые полагают, что вот эти два понятия, они очень тождественны друг к другу. То есть они очень похожи, и это практически одно и то же. Любое общение – это деятельность. Поэтому общение, можно сказать, что это и есть деятельность. И никак их нельзя разорвать, разграничить, оторвать друг от друга. Они идут в сцепке. Другие ученые считают, что деятельность и общение – это противоположные понятию. И говорят они, почему так? Это потому, что без общения не может быть деятельности никакой. Общение – это условие деятельности. Но это не сама деятельность. Здесь очень хорошо можно вспомнить и привести пример Вавилонской башни. Есть такая одна библейская притча, когда люди жили-жили себе и вдруг засомневались в том, что есть ли Бог. Вернее, вот вопрос – есть Бог, нету Бога, кто-то верил, кто-то нет. Они говорят, давайте-ка мы построим высокую-высокую башню. Прямо вот выше неба. А раньше считалось, что Бог живет где-то, ну, вот там за облаками. Это старые-старые древние времена. И вот они собрались, много народу решили строить эту башню. Они ее прям быстрыми темпами стали строить. Там тысячи-тысячи-тысячи людей. Такая вот мировая стройка. Бог, значит, все это увидел с неба, хмыкнул. Ему все это, конечно, не понравилось. И он хлопнул в ладоши и перемешал все языки. Ну, вот среди вот тех людей, которые строили. Просто перемешал. Он сделал так, чтобы на земле вдруг появилось много-много разных языков. Французский, английский, немецкий, там какой еще. Ну, много-много-много разных языков. И что? И люди перестали понимать друг друга. А если они перестали понимать друг друга, то они не смогли дальше продолжать строить эту Вавилонскую башню. Ну, как если? Я не понимаю, чего от меня хотят, да? И я сам не могу объяснить чего-то там другому человеку. Помните, мы говорили, что общение есть условие деятельности. Не будет общения, не будет никакой деятельности. Далее. Это мы с вами поговорили о споре, да? Что одни ученые полагают, что деятельность и общение это одно и то же. Другие вот говорят, что нет. Что общение есть только условия деятельности. Ну, и третьи ученые, они рассматривают общение как взаимовыгодный тандем с деятельностью. Они считают, что одно без другого быть не может. Они идут в одной связке. Они друг другу помогают. Они друг другу упрощают жизнь. Они как бы одно целое. Но это совершенно два разных предмета. Ну, это такая точка зрения, которая улаживает споры, да? Все предыдущие. А здесь еще, что хочется отметить в этом билете. Очень важно отличать общение от коммуникации. Общение от коммуникации. Что такое коммуникация? Коммуникация это когда два или более субъектов между собой начинают общаться для того, чтобы передать какую-то информацию. В процессе коммуникации информация передается, только передается от одного субъекта к другому. Передали информацию и все. Ну, это, например, подмигнуть, да? Или сказать, о, какое красивое там у тебя платье. Вот полетела ваша информация, все. Это есть коммуникация. В коммуникации нет обратной связи. А вот в общении это обратная связь есть. Во время общения вы кинете там, ой, какое у тебя красивое платье. Где ты его купила, например? Она дает обратную информацию. Она говорит там-то, там-то, на распродаже там-то. Либо же вы спрашиваете что-то у человека, например, о, какая у тебя машина, да? Где, вот ты не знаешь, где купить на нее запчасти? Он отвечает вам. То есть общение это всегда субъект субъекту и обратно. Всегда обратная связь есть. Коммуникации нет. Коммуникации это просто посыл информации от одного субъекта к другому. А на этом наш билет сегодня закончен. Мы поговорили с вами про то, что такое деятельность. И что такое общение. И как все это дело между собой взаимосвязано. Поблагодарить автора, то есть меня, вы можете подписавшись на мой канал на ютубе. Или поставить лайк этому видео. До встречи на следующей лекции. Спасибо. 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 Спасибо.